Итак, попробую показать, как я прошивал биос на свой ноутбук. Слева микросхемка, та, которую я выпаял. Справа микросхема, та, которую я купил. И случайно коротнул. И мы проверим, работают ли эти микросхемы или нет. Остались они работоспособными, проживаются они. Поглядим, как это делается. Для этого я буду использовать программатор. Вот такой. Если что, к нему буду использовать приставку. На 1,8 вольта. Посмотрю, как с ней или без нее. Я прошивал без этой приставки. На 1,8 вольт ничего, прошилось все. Ну, это, конечно, рискованно. Так, и будем использовать вот такие клещи, которые шли в комплекте к программатору. Ну, я, короче, взял программатор полностью в полном комплекте. С адаптером и с клещами. Так, я буду использовать программы. Специально для этого созданные. С версиями 1.30, 1.29 и 1.18. Здесь две программы. Ну, я установил, попробовал, какая из них работает. Так что, посмотрим, как они будут, как покажут себя. Итак, ставим в клещи сперва первую микросхемку, левую, которая уже стояла на моем ноутбуке при покупке. И которую я снял. Ставим ее в клещи. Сюда. Обязательно смотрим первую ногу. Первая нога, где точка. И ставим в клещи первая ножка на окрасном проводе. Так что, с таким учетом устанавливайте сюда эту микросхемку. Вот так это все выглядит. При установке этой микросхемы в клещи. Тут важно, чтобы, может быть, на микросхеме лак. Чуть-чуть поскоблите его. Чтобы контакты клещей нормально проводили. Все это дело. Иначе у вас будут ошибки при передаче данных. Итак, вначале попробуем через вот этот адаптер все это дело сделать. Так, сейчас я установлю все в сборе и подключу. Подсоединили наши клещи к адаптеру. Таким образом. Смотрим на ножки. Надо, чтобы совпадала красная единичка с единичкой на самом адаптере. Вот здесь. Теперь подсоединяем к самому программатору. Вот такая конструкция у нас получилась. Так, все соединили. Теперь будем пробовать пытаться подсоединить и включить программу. Так, вначале попробуем на какой программе и как определяется эта наша микросхемка. Ну, я начну с той, которая рабочая и определяется нормально. Это 1.29. Нажимаем. Так, вот она наша программа. Берем, подключаем. Нашу конструкцию. Так, подключили. Нажимаем. Так. Так, сделаем поиск нашей микросхемки. Нажимаем Detect. Она детектируется. Вышла информация. Так. Не удалось определить чип. Или чип не найден. Наверное, плохой контакт. Сейчас попробую заново. И так, оказалось, что дело в адаптере не определяется микросхема. Я подсоединил. Я подсоединил теперь все это дело напрямую, без этого адаптера. Потому что он что-то... Или он не работает, или... Наверное, я пробовал уже им программировал микросхемы 24-й серии. Так, ладно. Пробуем напрямую подсоединить подсоединить напрямую, как я делал, как я программировал свою микросхему. Вот таким образом. Так, опять нажимаем на программу. Так, вот она наша программа. Нажимаем Detect. Выбираем FV. 25Q64FV. Так, все. Наша программка определилась. Вот вся информация. То есть наша микросхемка определилась. Наша информация вывелась вся здесь. Сейчас я поближе подведу. Вот такая информация у вас должна быть, чтобы определилась сама микросхема. Если у вас этой информации нет, естественно, программироваться она не будет. Итак, выявилась информация. Теперь можем снимать прошивку. Стирать и записывать новую. Я сейчас вначале сниму прошивку, которая была здесь. И на всякий случай сохраню. Пробуем считать информацию. То есть старый биос с этой микросхемки. Нажимаем на кнопочку читать. Нажали на кнопочку читать. Внизу здесь идет процесс чтения. И попробуем эту прошивку сохранить где-нибудь. Ну, на всякий случай. Может, захотите проверить, в чем разница, почему и как слетел биос, и где какая информация попортилась. Это на любителя. Так, идет стирание. То есть не стирание, а запись. Я уже заговорился. Запись сюда, в эту программу. Снятие прошивки этой. Прошивки биоса. На какое-то продолжительное время идет. Но ничего, подождем. Так. Уже 90%. Сейчас вся эта прошивка появится здесь. Так, все. Появилась наша прошивка. Вот что она имеет в виду себя. Эта прошивка. Вы можете видеть. Я прокручиваю ее вниз. Вот так это все выглядит. Вот так она записана в разных местах. Идет запись. Так. Теперь сохраняем ее. Нажимаем на кнопочку сохранить. Так. И смотрим, куда сохранить. Так. Я создал папочку старая прошивка. Так. Нажимаем. И нажимаем сохранить. А. Название надо прописать. Какое? Ну пускай. С. По-английски. С, С, Т. Так. Сохраняем. Сохранили. Теперь мы можем стереть информацию с этой микросхемы. Так. Берем. Нажимаем на кнопочку стирания. Так. Вверху. Стереть чип. Нажали. Чип стирается. Внизу идет процесс. Сейчас здесь будут все буквочки F. Так. Ну он сотрется. Здесь-то еще все останется в буфере обмена. Ну потом придется нам, наверное, нажать читать и проверить. Или нажать проверка. Ну это сейчас посмотрим. Стирание успешно. Проверьте на пустышку. Так. Нажимаем на пустышку. Так. Самое тут не крайнее. Так. Вот она пустышка. Нажали на пустышку. Идет проверка. Должны появиться все буквочки F. Так. Это старая информация. Она еще здесь в программе стоит. Ну сейчас проверим чип. Поглядим, что выйдет. Так. Процесс идет потихоньку. Так. Внизу уже подходит. Так. Это мы на всякий случай сохранили. Прошивку. Может когда понадобится. Или для проверки. Или для чего-нибудь. Для сверки. Так. Смотрим, какой чип у нас пустой или нет. Так. Чип пуст. Сейчас нажму кнопку. На экране все изменится. Должно быть. А, нет. Надо все-таки читать. Опять. Нажимаем читать. Читать. Чтобы проверить. Пустой чип или нет. Вот опять идет проверка. Так. Смотрим. Читаем его заново. Сейчас он должен быть уже пустой. Чип. Без всякой информации. Иногда эта программка. Так сказать. Подводит меня. Выскакивает окошко. И просит перезагрузить драйвера. Ну и что делаю. Я беру. Заново переустанавливаю. Удаляю старый драйвер. И загоняю уже новый. Ну не новый, а повторно. Так как это обязательно надо старый удалить. Систему перезагрузить. И заново все. Как мы можем видеть. Все буквочки F. Наш чип пустой. Так что. Можем его уже заново. Программировать. Если все-таки. Драйвера у вас. Выскочат. Что вам надо заменить. Это. Не знаю. Какой-то косяк. Или этой программы. Или что-то может. У вас. Или вы не можете как-то. Это все дело сделать. Ну в общем переустанавливайте. Она все равно будет работать. У меня она. Тоже пару раз она уже выскакивала. Здесь вот. В этом месте информация. Что драйвера. Надо перезагрузить. Ладно. Идем дальше. Нам надо записать теперь чип. Новым. То есть новая программка. Это новая прошивка. Так. Сейчас идем и ищем. Эту прошивочку. Нажимаем на кнопочку. Открыть. Так. Ищем нашу прошивку. Так. Asus 55. Кстати. Версия такая. Ревизии 2.1. Это тоже обязательно. Чтоб она была 2.1. Есть 2.2. Ревизия. Я не знаю подойдет она. Ну, наверное, нет. Ну, я взял прошивку ту, которая надо. Так. Вот она наша прошивочка. Нажимаем. Открываем. Так. Вот она наша прошивка новенькая. Теперь что мы делаем. Нажимаем. Записать чип. Нажимаем записать. Все. Нажали. Идет запись. Эта запись будет идти долго. Я выключу камеру. Поэтому. Теперь. Все это сейчас. Выключу. Ладно. Включаю. На программаторе, когда идет работа, то есть идет запись, работа с программой, горит вот этот желтый светодиод. Красный это питание показывает, а светодиод желтый работа с программой. Все. Наша запись произведена. Здесь показано 100%. К сожалению, я не успел к окончании показать. Ну, уже здесь написано 100%. Так. Теперь что мы сделаем. Теперь проверим мы этот чип. То есть, сверим информацию, которая здесь, в микросхеме, с той, которая в буфере обмена. Нажимаем на кнопочку проверка. Нажали на кнопку проверка. Идет проверка. Но она побыстрее, чем идет запись. Так. Все это, конечно, интересно. Кто интересуется программированием. Вот такая идет запись. Вот такая идет запись. 40%. Так. Я отключу пока. Подходит к завершению проверка. Так. Здесь вот маленький косачок, как вы видите. Тут видно не переведено. Или плохо переведено. Ну, если выскакивает такая запись, то проверка произведена. И все нормально. Так. Нажимаем кнопочку. Запись проверена. Все нормально. Этот чип теперь можно ставить в ваш ноутбук. И я надеюсь, что эта микросхемка заработает. Ну, лучше, конечно, брать в магазинчике новую. Ну, а если попали в такую ситуацию, где не можете найти, ни чип купить, ни отыскать где-то в магазинчике. Я, например, бегал. В одном магазине не было. В другом магазине тоже. И случайно уже в тот магазин попал, который переехал с одного на другое место. И в том магазине была эта микросхемка. Так. Ну, все. Я сейчас отключусь. Снимаем мы этот чипчик. И поставим теперь другой. Или нет. Давайте проверим еще, как на других программах просматривается этот чип. Так. Отключаем эту программу. Ну, давайте на 1.18. В этой программе этого чипа нет. Есть под другим названием. Так. Вот. Нажимаем Detect. И она детектируется, как 25Q64BV. Здесь другой микросхемы больше нет. Так. Вот. Поиск чипа нажимаем. Здесь практически ничего нет. Ну, давайте введем 20Q25BV. Тайлки-палка. Тайлки-палка. Q64FV. Как вы видите, ноль чипов нет. Это микросхема. Но, может, она и запрограммируется под таким названием BV. Ну, неизвестно, какие там у них ноги. Надо будет посмотреть. Так. На этой программке детектируется наша микросхемка. Но под другим названием. Так как этой микросхемы еще не было видно тогда в природе. Когда создавали эту программу. Так. Закрываем ее. Смотрим на другое, которое чуть-чуть более... Уже новее, чем та, с которой мы работали. Нажимаем 1.30. Так. Детектируем. Здесь есть выбор FV. Так. Ну, тут происходит такая вот дребедень. Что он не опознается. Этот чип наш. Значит, что-то с программой не то. Так. Здесь можем выбрать, какой чип нужен. Ну, наш это вот этот чип, конечно. Еще раз детектировать. А ну, сейчас вот этот попробую. Нет, не то. FV. Опять детектируем. Не работает. Не определяется наша микросхемка. Так. Ну, все понятно теперь здесь. Программа, видно, плохо работает или вообще не работает. Так. Выключаемся. Пробуем теперь поставить микросхемку, та, которая коротнутая. То есть, я случайно закоротил ее, и BIOS слетел. Посмотрим, работает она еще или нет. Я еще ее не проверял. Проверим сейчас. Итак, вставляем в клещи микросхемку. Итак, подсоединили вторую микросхемку. Правда, пришлось немного повозиться. Чуть-чуть поджал ноги. И, если видно, тут таким образом поджато ноги. Ну, правда, плохо фокусируется. Ну, в общем, надо внимательно смотреть, как вы поставите микросхем. Надо, чтобы были контакты на самой микросхемке видны. Проверяйте обязательно. Так. Вставляем программатор. Проверяем. Так. Вставили программатор. Проверяем той программкой, которая работает. Так. Есть. Так. Нажимаю на детектирование. Так. Выбираем FV. Все есть. Наша микросхема определилась. Так. Сейчас я поближе покажу. Вот так наша микросхема определилась. Правда, здесь вот странно. Буквы все F, F. Это купленная микросхема. И случайно коротнутая. Так что, вроде бы как живая. Раз определяется. Сейчас посмотрим, будет она программироваться или нет. Так. Определили микросхему. Будем теперь читать. Сохранилась ли здесь информация или нет какая-то. Так. Нажимаем читать. Должна быть старая прошивка. То есть, та, которую я устанавливал сам. Я выключу пока, чтобы экономить время. Так. На улице идет сильный дождик. Может слышно, как шумит. Так. Подходит к завершению чтения. Сейчас посмотрим. Так. Вот. Вот она прошивка, которую я зашивал сюда. Так. Ладно. Посмотрим, можно ли запрограммировать ее заново. Так. Опять. Стираем. Нажимаем стереть. Здесь я сохранять не буду ее. Так как у меня уже есть. Ну и проверять тоже что-то неохота. Где, как информация потерлась. Просто времени нет. Нажимаем стирание. Стираем. Я пока. Вообще-то быстро идет. Сейчас сотрется. Так. Проверим на пустышку. Сейчас. Так. Стираем успешно. Проверить на пустышку. Проверяем на пустышку. Нажимаем пустые. Так. Тут тоже. Быстренько сейчас пройдет. Дождик шумит сильно. Льет, как из ведра. А мы здесь снимаем видео. Так. Ладно, отключу сейчас пока. Если бы не дождик, не знаю, снимал бы я это видео или нет. Так. Так времени не было. Так. Все. Чип пуст. Есть. Так. Ну, читаем его. Проверим. Пустой он или нет. Сейчас так же отключу. Так. Подходит уже к 100%. Так. Все. Вот он наш чип. Он пустой. Так. Считывание прошивки. Стирание вроде как получилось. Все. Так. Сейчас проверим. А. Сейчас запишем ее. Микросхемку. Так. Откроем. Какой мы хотим поставить. Так. Вот он. Асус наш. Ревизия. Так. Ставим микросхемку. То есть прошивку. Открываем. Открываем. И теперь записываем ее. Нажимаем на запись. Так. Все. Запись идти будет долго. Я отключаюсь. Подходит к завершению запись. Так. Все. 100% записано. Теперь проверим. С буфером. Нашу запись. Так. Нажимаем проверка. Тут уже идет быстрее. В принципе я отключу. Так. Подходит к завершению. Проверка. Итак. Вышла информация. Этот косячок программы. Все-таки нервирует. Ну. Ничего. Главное. Чтобы программа работала. Когда будет ошибка. Здесь. В этом месте будет другая заставочка. Что вышла ошибка. Так что. Пока терпим. Пока работает. И будем пользоваться этой программой. Итак. Произвели прошивку. Этого чипа. Который случайно коротнул. Ну. Вроде бы как. Прошивается и зашивается. Вроде бы как работает. Этот чипчик. Тут нюанс еще такой. Когда ставил клещи. Контакты. Неконтакты. Да. Вот эти ножки были пропаяны. И они плохо становились. Клещи. Ну. Я чуток микросхемку. Подогнул. Сейчас покажу. Отключу. Вот таким образом. Подогнул ее. Если тут видно или нет. Вот так вот ножки. Подогнулся. Потом. Когда буду ставить на плату. Если придется ставить на плату. Я уже тогда выгну так как надо. Эти ножки подогну. По плате. Вот так вот это все выглядит. Чуть-чуть ножки согнуты. Вот так вот. Ну чтобы становились в клещи. Так как пайка мешает. Итак. Мы произвели программирование двух микросхем. Которую мы сняли. С нашего. Асуса. Вот это было снято с Асуса. А это новая микросхема. Которая была куплена. И закоротнута. Ну я ее снял. Так сказать. Отверха подальше. Ну пока мы используем с магазина купленную. Вторую. Так. Программировали мы с помощью программатора. Вот этого. Ну а с этим адаптером что-то не получилось. Ну я не знаю почему. Я программировал этим адаптером. 24 серия. Надо будет посмотреть даташит. Напряжение 1.8 вольт. Некоторые микросхемы программируются именно так. Чтобы не спалить. Эти чипы. Программируется низким напряжением. Вот так все это выглядит. Так. Ну. Кто с этим не согласен. Пишите в комментариях. Рассмотрю все комментарии. И если вы в чем-то не согласны со мной. Пишите. Я буду тогда знать в чем причина. Почему этот адаптер не работает на этих микросхемах. Буду рад услышать ваше мнение. На этом заканчиваю. Так. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok